С начала года в рамках госпрограмм были трудоустроены порядка 12 тысяч актюбинцев, половина из них женщины, а более 200 представительниц слабого пола получили безвозмездный грант и открыли собственное дело. В целом вопросы по снижению безработицы среди дам, развития женского предпринимательства были обсуждены в ходе заседания специальной комиссии. Согласно информации руководителя городского отдела занятости в социальных программах Паутру Магомбетовы, в текущем году 75 женщин прошли краткосрочные курсы. При этом в течение всего обучения им выплачивалась стипендия в размере 21 тысячи тенге. Порядка 50 женщин получили финансирование по выгодным процентам на развитие бизнеса. Возросло и количество обладателей безвозмездных грантов среди многодетных матерей. Около двух тысяч свободных вакансий есть. Из-за числа зарегистрированных как безработных или получателей каких-либо пособий, женщины у нас могут трудоустроиться на общественные работы, это временные рабочие места, плюс социальные рабочие места и, конечно, по профессии. Сейчас очень большой спрос на такие работы, где повар, посудомощица, технички. Очень большой спрос у нас идет. Кроме того, наши женщины могут получить безвозмездный грант в размере 200 МРП и открыть свое дело. Вместе с тем на заседание была рассмотрена и работа, проводимая Центром сохранения семьи. За два года с помощью психологов и медиаторов в заведение удалось урегулировать более полутора тысячи споров, не доводя их до суда. К нам обращаются сперва пары. Если кто-то, например, супругу подала, к нам приходит вторая половина. Мы вторую половину по телефону приглашаем. И потом мы работаем и как с мужем, и так и с супругой. Потому что мы выясняем проблему, если там вмешательство супруга, свекрови или родственников, мы приглашаем иногда их. И приглашаем обязательно, если несовершеннолетние дети есть, мы детей приглашаем. Потому что самое главное, страдает в этой семье ребенок. Кроме того, на повестке дня был процесс внедрения модели инклюзивного образования. В текущем году в двух школах города были открыты специальные кабинеты для детей с аутизмом. В 19 и 4 школах работают коррекционные учебные центры. В целом, по всему городу имеется порядка 8 тысяч инклюзивных детей. По городу у нас насчитывается 85 общеобразовательных школ. И в 80 из них созданы условия для того, чтобы дети, имеющие особенности развития, могли получать образование по инклюзивной модели. Хочется отметить, что уделяется и должное внимание вопросу подготовки компетентных педагогов. Только в этом году 43 учителя приступили к работе с детьми с аутизмом в общеобразовательных школах. В завершении участники заседания отметили слабую разъяснительную работу в социальных сетях. Было предложено активизировать работу в данном направлении. Гуляна Кален, Мержан Манджоу, телеканал Ахтубе.